Музыка Только за последние два года в республике построено свыше 100 тысяч квадратных метров жилья. Это целый ряд жилых домов в Магасе, в Назране. Построены жилые дома для беженцев из Чеченской республики. Это в населенных пунктах Бердюрт, Барсуки, Гамурзиева, Газиюрт, Очулуки и других населенных пунктах. Запланировано свыше 100 домов для этой категории населения и вот в текущем году. Особое внимание мы уделяли развитию инфраструктуры предприятий жизнеобеспечения. Несмотря на определенные сложности, связанные с ограничением объемов финансовых средств, мы изыскиваем эти возможности и делаем все, чтобы решать проблемы населения и решение проблем, которые сегодня стоят перед республикой в плане создания предприятий бюджетнообразующих. В частности, я хотел бы подчеркнуть такую цифру, что только за последние два года сданы в эксплуатацию более 40 километров газопровода, 12 километров линии электропередач, 83 километра водопровода, построено 96,5 километров дорог с твердым покрытием, реконструированы и отремонтированы дороги общей протяженностью свыше 120 километров. Ну и я хочу очень отметить еще немаловажный факт, то, что мы построили очень много мостов, это общей протяженностью свыше 200 погонных метров, то есть это 17 мостов, а вот если брать общей протяженностью метров, это свыше 200 метров. Я указал лишь такие вот небольшие цифры, далеко не полный перечень того, что удалось сделать за эти несколько лет последних, но мы осознаем, что и в следующем году, и в текущем необходимо сделать значительно больше. Если просуммировать и проанализировать то, что сделано, можно отметить положительную динамику в целом, ну, конечно, работа еще предстоит большая. Мурат Магомедович, вот с 93-го года работники правоохранительных органов, работая в режиме чрезвычайной ситуации, не получали эти выплаты. И только вот в конце 2003 года, и в 2004 года, люди начали получать эти суммы. Это довольно-таки значительные суммы. Люди действительно начали решать очень многие свои проблемы. Это и жилищные, и другие. Да, действительно, это большое подспорье. Здесь была проведена, я считаю, такая огромная работа. Мы эту работу провели в правительстве Российской Федерации, в МВД Российской Федерации. И я обращался даже лично к президенту Российской Федерации по этому вопросу. Действительно, люди, которые работали в очень сложных условиях, в непростых условиях, в условиях действия режима чрезвычайного положения, долгие годы не получали. И, конечно, это большая поддержка конкретным семьям, конкретным работникам. К сожалению, у многих уже нет живых уже. И меня всегда эта тема, этот вопрос волновал, буквально с первых дней. И мы эту работу провели. И вы знаете, что первый этап выплаты проведены. Первый этап почти 500 миллионов рублей люди получили. Второй этап я давал время до 10 февраля, произвести все выплаты, чтобы подготовить остальные документы для тех людей, кто еще не получил. Во время второго этапа выплат люди получили 1 миллиард 128 миллионов. То есть практически многие, включая и офицеров, включая сотрудников милиции, простых милиционеров, простых постовых, сотрудников патрульно-постовой службы. В отдельных случаях и до 600, до 700 тысяч. То есть я не к тому, что хочу перечислить эту цифру, а сказать, что это, конечно, большое подспорье. И очень важно, чтобы эти люди получали вовремя. Здесь я этот вопрос, мы поставили на особый контроль, потому что очень важно, когда деньги приходят, чтобы они получали их вовремя, те, кому они положены, и без всяких проволочек. Потому что у нас артистов всегда хватает, во все времена, везде, не только в Ингушетии, которые хотят поучаствовать в этих вопросах, значит, помочь, в кавычках, этим людям. Поэтому адресно люди приходят, деньги проходили на казначейство, и оттуда на счет конкретного работника. И очень многим, я думаю, что та полученная сумма как бы помогла. И сегодня продолжается подготовка документов на третий этап, то есть люди, которые еще не успели получить, они получат то, что им полагается по закону. И я думаю, что эта работа будет проведена и дальше. А будут ли получать эти выплаты и другие категории людей, то есть врачи, учителя, журналисты? Ну, мы попробуем изучить этот вопрос, потому что действительно, я думаю, что особенно врачи и прокурорские работники, и представители судейского сообщества, и учителя, как вы сказали, особенно, я вот хочу подчеркнуть, врачи в этот сложный период сделали очень многое. Мы попробуем этот вопрос изучить, поставить его где соответствующим образом. И я думаю, что в одной из наших очередных каких-то передач я на этот вопрос отвечу. То есть этот вопрос вот благодаря вам мы сегодня зафиксировали. Если говорить о санитарном состоянии и благоустройстве городов, населенных пунктов у нас в республике, в каком состоянии? Вы знаете, эта проблема существует. Я не буду говорить, что она существует везде. То, что где-то существует везде, нас в меньшей степени должно интересовать. Мы должны говорить с вами о том, что у нас происходит. В этом плане, вы знаете, что нам целое заседание правительства пришлось проводить по этому вопросу. Когда находились отдельные главы населенных пунктов, которые говорили, что вот у нас там все хорошо. Приходилось показывать им фотографии и говорить, что вот оказывалось, что и представители нашей санэпидстанции отдельные, что они в определенных населенных пунктах вообще не бывают. То есть у некоторых наших руководителей такое и психология, к сожалению, такая, что вот если у меня дома там все хорошо, закрылась эта дверь, то, что будет там на улице, буквально за двором. Это не волнует. Это неправильный подход. Я особенно предупреждаю глав администрации. Значит, и вот вам, представителям средств массовой информации, пожалуйста, я вот на одном из заседаний сказал, показывайте нерадивых руководителей, там, где в населенном пункте, селе, городе, районе, где соответствующая неблагоустроенная территория. Я буду только вам благодарен за это. Потому что, когда человек говорит, что вот у меня все хорошо, а у него в селе это непорядки, хозяин настоящий, руководитель, он должен утром встать, проехать населенный пункт, посмотреть, все ли у него в порядке. Особенно руководители, я обращаю внимание на руководителей частных фирм, государственных предприятий. Вот то предприятие, заправки там, не важно, что это такое, чтобы у них вот перед двором, не внутри здания там был порядок, а перед двором, перед их организацией должен быть порядок. И вот сегодня санапедстанция должна работать, и глава администрации. И вот я вас просто призываю, вот как это было совсем недавно, в Назране, как это было в других населенных пунктах, показывать. А мы будем делать вывод, где мы сами не сумеем увидеть, где люди, мы будем делать вывод, насколько этот человек на месте или не на месте. Потому что порядок, он начинается с собственного дома. Понимаете? Вот я приехал в один населенный пункт, ну, значит, это, вы понимаете, дома у него, и у нас как есть поговорка, юрт доли, ца доли, вот дорога должна быть, а где-то худр-дудр, как говорят старики наши. Понимаете? А это, если этого нет, если у этого руководителя дома, как бы нормально, он не считает населенный пункт, что это его общий дом, что это люди, которые проживают, что он должен о них заботиться. Ну, и люди должны понимать, что где попало, свалки, особенно сейчас, вот мы это, субботниками здесь все вопросы не решились, но вот, особенно сейчас, вот весна, дело к весне, вот снег уходит, и мы будем смотреть, потому что, я не думаю, что нам придется еще заседание правительства по этому поводу проводить, потому что это должно быть, мы всегда отличались тем, что, вот всегда был порядок, и чистота, и экологически чисто должна быть республика, поэтому здесь вот, это надо делать всем миром, всем миром, ну, и особенно те, кому это в силу функциональных обязанностей, положено. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова